Ну, Быков, ну давай, ну что ли. Представитель кармонского рынка. Хорошо. Я представитель кармонского рынка. Вы знаете, мы работаем уже с 2000 года, и здесь у нас 250 предпринимателей и более 1000 рабочих мест. А в 2013 году наша территория попала под конкурс «Поразвитие недостроенной территории». Не понятно, каким образом. Я думаю, что конкурс был такой не совсем прозрачный. Но тем не менее, после этого у нас еще больше было проблем. Ну, так проблемы всегда возникали, а так еще больше. Сейчас, в данный момент, очень много мы судимся, ну, допустим, с медным учаством, с пожарниками. Я думаю, что эти, как сказать, представители власти, на данный момент являются тем рычагом, при помощи которого хотят нас откуда сдвинуть. Я не вижу согласованности вообще вот этого. Ну, представьте себе, тысяча человек, которые работают, и куда это теперь? В связи с этим, сейчас еще рассматривается закон о торговле. Вот как это потом будет применяться, этот закон? Может быть, это еще один рычаг для того, чтобы предпринимателей сгонять с места, которое кому-то понравилось? Больше ваше предложение и обращение? Извините, закон о торговле уже принят. К сожалению, я бы хотелось бы, чтобы этот закон рассмотрели, он очень соответствует федеральным законам, там и прокуратура, по-моему, очень была. А мое предложение по своему объекту, оно очень простое, пересмотреть этот конкурс и учитывать наше, как сказать, то, что мы там 15 лет, людям создаем рабочие места, платим налоги, аренду. Я не вижу. Это все равно, что, я не знаю, убедить курицу, которая несется в этой еде. И я понимаю, о чем вы говорите. У вас первое, вы платите 2 миллиона налогов в месяц и рассчитываете остаться после 1 апреля в семестр года. У вас есть еще предложение и обращение, я знаю. Борис Викторович. Дайте посмотреть, что это, кстати, и мы посмотрим, что за территорию и о чем идет речь. Отчасти закон о торговле, давайте вместе, закон будет предусматривать порядок его реализации, пригласим и вместе с вами работаем на порядок реализации. У вас были общественные случаи, слушания, например, на слушаниях разговаривали с имени инвесторов, инвесторов, я так понимаю, на сегодняшний момент не в состоянии не выкупать дома, которые там рядом находятся частные, и не собирается особо в ближайшие 3-4 года вкладывать туда деньги. А сейчас на нас оказывается такое давление, что чуть ли не хватай мешки или уходят. Какая целесообразность все-таки в отношении должна была? Давайте посмотрим. Вопросы рынков – это один из самых сложных вопросов. Я могу сказать, что обращений со всей России огромное количество. Конечно, это было связано с тем, что, во-первых, был принят закон о том, чтобы всех под крышу подвезти, то есть связано с тем, что начали выселять уже существующие рынки, еще не построены новые помещения, начали, попали предприниматели в этот совершенно неправильно управляемый процесс. Но сейчас все это отложено, поэтому, конечно, надо смотреть конкретные условия. Я думаю, что Павел Михайлович, наверное, проверил юридическую составляющую. Там есть какое-то заключение или нет? Ну, конкурс, проведенный в рамках закона, правильно. И они упустили время, к сожалению. Понятно, что сегодня какие инвесторы не собирается в ближайшие годы строить, и у них через год заканчиваются договоры. Они платят, наверное, свои условия конкурса? Они платят за аренду или что они платят? Торговый комплекс соблюдает, они платят за аренду земли, а та компания московская, которая выглала конкурс, она заплатила бюджетный город более 24 миллионов за 32 гектара. И... Юрий Михайлович, мы эти деньги за год платим, да? Мы эти деньги за год платим 24 миллиона, и за те годы, которые мы здесь были, 15 лет мы больше проплатили в бюджет. Это только аренда, не считая то, что у нас все предприниматели платят налоги и прочее. Ну, где это? Вы анализировали срок из Кавызянщика? Да, да, они пропустились. А потом мы несколько раз подавали на инвест комиссию, подавали на свои проекты, хотели перестроиться, нам в свое время не дали. А когда начали строить, вернее, попытка строить, или я даже не знаю, как это назвать, которые я здесь выиграл, вот эту территорию, допустим, она больше, чем наша значительная. И туда нас включили, я так считаю, что... Я не знаю, по какому пути. Так сказать, здесь построится, как бы, торговый комплекс бонусом. Каким бонусом? Мне хоть где, в каком законе написано, что кому-то что-то дают бонусом.